Дорогие друзья, я на радио Столица и прямо сейчас начинается интервью. Витаю эфира программы Столичных гостей у студии Марта Ходалей. Голос, декция, жесты. Накольки важны эти складники для доброй працы и сабистых относин. Про это поговорим с тренером по промоунинским мастацтве Ганны Ивановской. Добрый день. Марта, добрый день. Ну, одразу такое пытание. Коллега, знаете про повседённое житё? Звучайно, абсолютно. На что важно завернуть увагу по часу размовы? Во время разговора мы оцениваем собеседника по очень многим критериям. И только один из этих критериев – это речь. В основном, когда мы смотрим на человека, первое, что мы замечаем, это его жесты. Потом мы смотрим на его мимику, потом мы слушаем смысл того, что он говорит. И голос также играет немаловажную роль. Поэтому я бы обращала внимание на само звучание голоса и на ваши жесты, и на вашу мимику. Коллега, я знаю про те. Наколький ён так самоважный и каким ён повинен быть? Скорость речи у каждого человека своя. Она зависит от темперамента. И в основном большинство людей, которые занимают руководящие должности, говорят очень быстро. Потому что в моменте им нужно выдать много указаний, им нужно распределить работу так, чтобы она делалась, и при этом, чтобы не терять времени. Поэтому, когда ко мне приходят на занятия руководители, мы всегда работаем над тем, чтобы скорость речи была ниже. Нормальная скорость речи – это около 200 слов в минуту. Конечно, не нужно сидеть и считать с секундомером, сколько слов вы произносите. Но в любом случае нужно всегда, я вот на занятиях рассказываю, что есть такое ощущение, как будто у вас в голове включена кнопка записи. И вам нужно всегда контролировать, а что я сейчас сказала. И как будто успевать прослушивать свои слова. На первых порах на это потребуется чуть больше времени, но потом вы сможете оценивать объективно, как вы говорите, и если нужно, замедляться. Но тут еще напомню, один момент включается, коли ты отшиваешь то, что ты кажешь, глядишь за собой, назираешь, то еще и начинаешь разуметь, что ты кажешь, больше докладно, и тут включается иншая интонация. Безусловно. И еще очень важный момент – это жесты. Многих людей, которые говорят быстро, я прошу делать следующее – замедлять жесты. То есть, когда мы говорим эмоционально, у нас резкие жесты, у нас такая экспрессивная подача. А если мы будем более плавно, знаете, как будто мы вот так плывем по воде, двигать руками, то речь тоже в этом моменте будет замедляться. Но только, знаешь, как бы мы изразумели, что напомню, занатоморудная такая спокойная зусимова, так само не самый лепший вариант, потому что некоторое часом, если так начинаешь размовлять, и разумеешь, что худше, и на крыху худше, и как бы не заснуть. Антинопыл, но тут вся резина некая поведение. Да, вы совершенно правы, это очень актуальная тема, и она касается системы Станиславского и касается того термина, который Станиславский всегда говорил на репетициях. Нужно играть от партнера. В жизни мы ни во что не играем, но мы все равно, когда общаемся, мы состоим в диалоге с человеком. Очень многие люди, когда говорят, они думают только о себе. Что я скажу, как я выгляжу, а как на меня, почему человек так смотрит, что она по мне подумает, а здесь очень важно всегда смотреть на собеседника, на его реакцию, на то, как мои слова западают ему в душу, попадают ли они в самое сердце или нет. И от этой реакции нужно или ускоряться, или замедляться. Еще один важный момент – тембр. Так само складник, який треба уличивать, чтобы мова, мавление было пригожим. Что вось тут треба зауважить, на что звернуть увагу, распогодите? На самом деле тембр – это уникальная характеристика каждого человека, и тембр дается нам от рождения. К сожалению, сам тембр голоса, то есть его уникальное звучание, поменять практически невозможно. Но можно поменять глубину звучания голоса, можно поменять его окрас, можно сделать голос более насыщенным, более эмоциональным, более выразительным, более ярким. Поэтому это все достигается простыми упражнениями для постановки голоса. Если просто объяснить, что такое постановка голоса, то это нахождение опоры для звучания, чтобы голос был более громким, и работа с резонаторами, то есть работа с теми органами, которые позволяют голосу быть более полетным и более насыщенным. Ну, вось, яшча таки, так само, момента вы сказали, так, что тембр, так, ён саправды не изменяется, по отсутности, ты мне меньше зразумела, что от таго, на кульке ты володуешь своим голосом, ты, ну, як бы, не то, как тембр изменял, але, вось, привабность такую агульную можно зауважить, и, напылно, важно, яшча правильно дыхать. Вось, як правильно гадарабить, каб, за любым тембром, все ж таки гучать, ну, больше приемно. На самом деле, правильным дыханием называется наше физиологичное дыхание. Когда мы рождаемся, мы дышим глубоко. Еще в профессиональной речи это называется дышим животом. Многие скажут, подождите, как я могу дышать животом? У меня там кишечник, у меня там шоколадка плавает. Каким животом я могу дышать? У меня ведь есть легкие. Да, у нас есть легкие. Но большинство людей во время разговора, во время вдоха заполняют легкие лишь на треть. И если взять полный объем наших легких, это 9 литров, это максимум кислорода, который они вмещают, то среднестатистический человек заполняет примерно треть. И поэтому, когда мы разговариваем, когда мы выступаем, когда мы даже просто в гостях говорим поздравительную речь, очень важно в какой-то момент себе сказать, так, секундочку, а что происходит с моим вдохом? Я дышу вот так, как птичка, то есть очень эмоционально, очень живо, или я дышу глубоко таким образом, что у меня воздух заполняет все легкие, легкие растягиваются, и диафрагма опускается вниз под давлением легких. Вот это и есть правильное дыхание. Ну, есть, так само, еще один момент. Мы сказали, что так, вось, коли дыхать правильно, то и гук инше. Разум с тем, коли человек починает хваляваться, тут иншая история распочинается с нашим дыханием. И вось про то, як же контролявать, ну, хотя по минимуму, вось гэтае самое дыхание, мы докладно доведаемся, литерально про ази некольких хвилин. Сейчас небольшой перерыв. Друзья мои, вы тоже можете задавать вопросы, если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Кстати, мы сегодня с Мартой не сговариваясь в одной цветовой гамме. Посмотрите, как прекрасно. Это Марта. Ну, мы, да, не добавлялись, а левость такие червоненькие прихожие. Это просто настроение. Мне кажется, это летнее настроение, которое дает нам позитив, дает нам энергию. В первую очередь, красный цвет – это ведь энергия. Я нагадаю, что сегодня наш гость, тренер по промоуницким мастацтве Ганна Ивановская. И вось тут мы казали, так, про то, что дыхать вельми важно правильно, и что, калі мы вельми часто дыхаем, то гэта так само уздейничаем на нашу мову. И усывязи с гэтым пытання. Зразумела, что калі у таким спокойным стане мы там спрабоем, тренируемся, все простее, але выходим так на великую, например, аудиторию и починаем хваляваться. И вось тут гэта ўсе навыки и макчымысти, они куда стезнякают. Вось як у таких выпадках себе повести, как ну, не як минимизовать гэта рызыки, что называется, неправильного дыхання. Это очень хороший вопрос, и он волнует совершенно каждого человека. Сейчас мы не только работаем перед аудиторией, но ещё и выходим в эфир постоянно, поэтому волнение есть у каждого человека. На самом деле волнение — это естественный процесс нашего тела, потому что от страха, так запрограммировано нашей природой, запрограммировано инстинктами, у нас выделяется три гормона, которые позволяют нам сконцентрировать всю энергию, которая у нас есть, и мобилизовать силы для того, чтобы победить или убежать. И когда эти гормоны попадают в кровь, то у нас сразу организуются три реакции. Три возможных реакции — бей, беги или замри. Но в эфире или перед аудиторией мы не используем ни одной из этих реакций. Бежать некуда, бить тоже некого, замирать и притворяться мёртвым незачем, потому что все уйдут. И поэтому я всегда рекомендую, вот эти гормоны, которые попали в кровь, их нужно дать им выход. Когда мы ничего не делаем, то обычно у нас начинают дрожать руки, у нас дрожат челюсть, у нас дрожат ноги, потому что тело само начинает сбрасывать эти гормоны. А наши гормоны — это кортизол и адреналин, чтобы более понятно было, о чём идет речь. А когда я делаю специальные упражнения, например, я выхожу перед выходом в эфир или стою за кулисами, вот-вот начнётся моё выступление, и выполняю любую физическую активность. Я могу растереть руки, могу растереть предплечье, плечо, ноги, я могу похлопать ладоши, я могу попрыгать, я могу какими-то физическими действиями себе сказать, «Всё хорошо, никаких проблем нет, и моё тело сейчас расслабится». И вообще состояние расслабленности — это самое важное состояние. То есть я всегда, когда стою перед аудиторией, я себя спрашиваю, «Так, что сейчас с моим телом? Есть ли какие-то зажимы?» Вы можете, как говорил Станиславский, чтобы расслабить тело, очень сложно ведь почувствовать какой-то зажим. То есть у нас в мгновении, особенно когда мы на работе, есть сразу несколько зажимов. Это может быть зажим окологлазных мышц, потому что мы долго читаем, или зажим шеи. И Станиславский говорил, что проще, чем искать какой-то один зажим, напрячь всё тело, вот так, знаете, как будто вы напряглись вот сильно-сильно до стука зубов, вот сжать челюсть, сжать руки, чтобы они аж побелели, а потом по хлопку расслабить тело и сбросить его. И такая техника поможет вам почувствовать своё тело мягким, но при этом гибким и эластичным. То есть я не советую, когда мы выходим в эфир, например, выпить валерьянки. Почему это делать нельзя? Потому что наше тело, наш мозг, он такой становится ватный. То есть мы выходим, и да? Засемь супокоиваемся за нас. Да, и это слишком. Энергетика так само повинна заховаться. Обязательно. Энергетика, на полно, углубляется. Да, а нам нужен просто адреналин. И адреналин, который... Избыточное действие этого адреналина мы снимаем физической активностью и вот этим упражнением с напряжением. Остаток адреналина мы используем как вот эту энергию, о которой вы говорите. Головно за 10 секунд до выступления не скакать, потому что можно не поспеть продыхать. Да, лучше за 5 минут где-то это делать. Знаете, час, что называется. Ну, и таки важный еще момент. Гэта жесты, рухи, так само наполна многим з нас хотелось обказаться, сдаваться и прывапными, и спокойными, зноу же, ну, у добрым сынсе, спокойными подчас выступления. И, вось, тут два момента. Заднаго боку, якие рухи показывают гэты спакой, расповядзите, каля ласка. Ну, и другое, яку все ж таки, не глядзяцши на хвалявання, так, гэтыми рухами корыстацца. Вы очень верно подобрали слово, действительно, слово спокойное, я бы еще подобрала к нему синоним гармоничное состояние нашего тела во время выступления. Это то состояние, которое идеально подходит и для аудитории, и для нас. Парадоксально, но каждый человек, когда сидит в зрительном зале, хочет видеть на сцене идеального человека. Идеальный человек – это не человек, у которого волосок к волоску, и все совершенно, все черты, и все тело. Нет, идеальный человек – это который естественен в своих проявлениях. А люди, когда выходят на сцену, они начинают делать резкие движения. Они машут руками, у них какие-то рваные жесты, они делают какие-то зажимы, руки ставят на пояс. То есть принимают не физиологичные позы, не те позы, которые показывают нас, как расслабленного человека. Поэтому я всегда рекомендую, во-первых, что надо сделать – это руки, показывать ладони. Потому что многие люди зажимают руки или кладут их за спину, и от этого их выступление становится не очень убедительным, и они как будто прячут что-то от зрителя. Поэтому я рекомендую показывать ладони и использовать плавные горизонтальные жесты. Ну вот, когда мы скажем про выступление, так, на самом деле, я думаю, что такие рекомендации, они и для життя вельми и вельми слушные парады, потому что часом глядишь на человека и не разумеешь, ну, чему подобается, например, альбо на отворот. И вот это, к чему пасля и называют, энергия такая, чему, там, кажешь, что так, стал просто прыхильником, вот, гэтага человека. Харизма. Согласна с вами, наша харизма состоит из многих факторов, в том числе из нашей речи, из наших жестов, и еще обязательным фактором является некоторая изюминка. У каждого человека она может быть своя, но наличие этой изюминки отличает нас от других людей. Дорогие, про что, мінавито часом, что частей так бы мовите може прывабливать, вы кажете, некая особливость человека, гэта мовите, все ж таки, гэта особливая некие жесты, гэта некий комплекс, чая гостива, что часом саправду человека потеряет? Хороший вопрос. На самом деле, харизма это такой эфемерный термин, который очень сложно описать словами, но если представить себе харизматичного человека, то у него всегда достаточно глубокий, расслабленный голос, у него всегда четкая дикция, он всегда уверенно смотрит на собеседника, у него всегда расслабленные жесты, открытые, демонстрирующие свое расположение к собеседнику, ну и, наверное, он всегда улыбается, может быть, не всегда, но большую часть времени. Так, ну и соправдуваясь, мне просто так само хочется занотовывать и не забывать про такие важные моменты подчас выступления, я до шагов это кажу, потому что заразумело, что многие там из нас, либо не многие, а легкости проходят до специалистов и ке расповедают про гэта, расповедают, что так, не забывай там усмехаться, так, премно, не забывай отрымливать за довольнение от размолвы с человеком и так далее. И вось, поколи ты находишься дзести там на практиках неких таких разум со специалистом, и все отрымливается, али часом, кали гэта заканчивается, ну, напрыг от некий курс там, по мастатству промолвницкому, выходишь у такой свободный так полет, и разумеешь, что все, забываешь. С чем так отбывается? Любой навык, который мы получаем, должен отрабатываться. Язык, например, английский или французский тоже очень быстро забывается. На самом деле, все, что человек учит, все, чему человек учится, он должен закреплять. Простой пример это осанка. В детстве нам всем говорили, держите спину ровно, расправьте плечи, но все равно многие взрослые жалуются на то, что у них не очень ровная осанка. И если бы это было так просто, то есть нам сказали, расправьте плечи, мы бы расправили плечи и всю жизнь вот так ходили, то, наверное, тогда и не нужно было бы нигде учиться. Поэтому те навыки, которые человек получает, их нужно закреплять постоянно и просто поставить себе в некоторую зону ответственности, то есть, например, написать на бумажке, повесьте ее на холодильнике, что я держу спину ровно или я во время разговора улыбаюсь или еще что-то, что для вас важно. Ну, да бог, не споняться, калю подчас перших выступлений не отрымалась, а просто напыло насти вас и практиковаться, практиковаться, не пожаться, что не поспробовал, не отрымалась, а снова, снова починать. Это правда. Напыло, докладно соправдываю выники будут стады. Конечно, идеальных людей нет, и мы все чему-то учимся, и чем больше мы учимся, чем больше мы практикуем эти знания, тем талантливее мы выглядим в кадре, и порой кажется, у этого человека так легко все получается, он, наверное, такой с рождения. Нет, это все навыки, которые просто планомерно закрепляются постоянными напоминаниями, постоянными тренировками. И переходит с часом у звычку, какая привычка. Так, уже другим я, что называется. Совершенно верно. Я нагадаю, что сегодня наш гость тренер по промоуницким мастацтве Ганна Ивановская. Ну, зрозумели мы, какие практикования рабить, как больше себе спокойным учевать, больше упыльненным. Еще один такой момент, это экспромты. Так, часом треба выступить. Сдавалось, человек ведает, что он будет выступать. Ну, на эфир там запрашиваем. И кто-то рыхтуется вельми много, кто-то на два рота вращает, что вот экспромтом я смогу. Ну, я же ведаю темы. И тут такое важное пытание, заправдый, экспромты повинны быть экспромтами, альбо любые экспромты это подрыхтованная такая подея. Я скорее склоняюсь ко второму варианту, потому что, как мы уже говорили во второй части нашего интервью, когда человек выходит на сцену или выходит в эфир, его одолевает волнение. И когда волнение сковывает тело, когда волнение сковывает мысли, очень сложно импровизировать, очень сложно выступать экспромтом. И поэтому вместо идеального выступления, вместо речи, которая действительно нравится людям, вместо каких-то искрометных мыслей, мы вдруг слышим то, что человек не может связать два слова. Поэтому я рекомендую всегда изучать тему, на которой мы будем говорить, может быть, где-то почитать какие-то, знаете, термины, определения, чтобы вы в зависимости от вашей темы всё-таки чётко говорили, что белое — это белое, а чёрное — это чёрное. Имеется в виду, чтобы не путали понятия между собой. То есть, например, в обычной жизни мы можем спутать и сказать как-то по-бытовому, но если мы в эфире, всё-таки эти понятия нужно учитывать и нужно говорить грамотно, как минимум. Я не рекомендую учить на Иисус текст. Никогда. Потому что от этого текст становится мёртвым. Он превращается в пластиковый набор слов, который никому не интересен. Но всё-таки нужно продумать для себя, что я хочу сказать и потом постараться это сказать простыми словами. Ну, вот, с оправдой важный момент, как заховать натуральность, потому что мы сказали, что экспромт повинны быть подрахтованы, заразмело некие важные моменты, прочитали. А я... Что занотовать? Махчима, коротко, некие такие темы, пат темы зарабить. Что, як трэба расписать, так бы, мовить, с гэты план, как он с одного боку был подрахтованы, а с другого был натуральным и проемным, гучным для иншых. Только, Марта, уточните, пожалуйста, мы говорим про интервью или про выступление, потому что тут немножко разные ответы. А вот давайте и расповядзем и один, и иншый бок, потому что я думаю, что у каждого свои необходности, кому-то повинно быть интервью если мы говорим о выступлении, то здесь я всегда рекомендую написать план. План — это не весь текст, план — это первое, я рассказываю об этом, второе, рассказываю об этом. И план вы можете взять с собой на маленькой карточке, вы можете его принести на выступление, и я даже всегда говорю, вы можете эту карточку достать, сказать, дорогие друзья, вот у меня план выступления, чтобы я не забыла, я буду подсматривать, чтобы наше выступление прошло гладко. Хотя на всех крупных площадках уже есть телесуфлеры, в которых чуть ли не текст бежит бегущей строкой, и забыть точно невозможно. Но вы также можете написать этот план как слайды в презентации, то есть каждый слайд это будет название вашей темы. Но самое главное, вместо того, чтобы запоминать план, я рекомендую в выступлении перед аудиторией запомнить переходы. Переходы — это яркие моменты, истории, притчи, это цитаты, это какие-то смешные моменты из вашей жизни, которые запоминаются сами по себе. Потому что мы из древних времен, первобытные люди и вплоть до современных людей, мы запоминали истории, мы пересказывали друг другу сказки, легенды, предания, и мы это прекрасно помним. И поэтому лучшим вариантом, чтобы запомнить план, будет между частями плана написать какие-то интересные истории, интересные факты, цитаты, рассказы о своей жизни, и вам даже не нужно будет ничего запоминать, потому что автоматически эта информация останется у вас в голове. Если мы говорим про формат интервью, то здесь интервью зависит от двух людей. И я, иногда мне высылают вопросы, но в принципе это никогда не является моим обязательным условием. Наверное, намного проще выступать, когда вопросов не знаешь, но я знаю, что многие люди боятся, а вдруг у меня что-то такое спросят, чего я не смогу ответить. Поэтому всегда профессиональные журналисты высылают заранее интервью для того, чтобы человек ознакомился и был в курсе того, что происходит. Но если мы говорим об интервью, то все-таки это процесс диалога, и мы не можем запланировать планы интервью, потому что наш собеседник или наш интервьюер может у нас спросить что-то другое. Поэтому я бы всегда для себя, готовясь к интервью, в зависимости от темы, прописывала основные мысли, которые я могу со своей стороны сказать, какие-то примеры, не касаемо вопросов, а просто то, что я могу сказать по этой теме. И потом во время интервью я могу эти наработки использовать. Вот так. Я ще хотелася вернуться до жестов. Мы сказали, жесты выполненности, какие они повинны быть. А про какие жесты вы пора или вогули забыться, просто и не выкорыстовывать, как бы быть приемными для тех, кто нас убрать? Если разделить жесты на несколько категорий, то я не рекомендовала бы использовать первое агрессивные жесты. Агрессивные жесты это жесты, когда мы увеличиваем себя, то есть руки на пояс или какие-то указующие пальцы направленные прямо на человека или какие-то режущие такие жесты большие или просто размахивание руками. На самом деле вот сейчас я рассказываю, многие люди говорят, да ладно, что вы рассказываете, мы же так не делаем. Когда мы находимся в стрессовой ситуации, мы себя ведем немножко по-другому и порой, если у нас нету опыта, мы не можем это контролировать. Поэтому многие люди в жизни себя ведут нормально, а на сцене они вот так или вот так стоят и ничего с этим сделать не могут. Вторая категория жестов, которые не стоит делать, это успокаивающие жесты. Это когда я, например, во время выступления стою и начинаю поглаживать. Я действительно видела такие сапокоиться. Или вот волосы человек вот сидит и начинает крутить сережки, все браслеты, то есть человек просто начинает что-то теребить в руке. Эта мелкая моторика отвлекает внимание зрителя, и зритель только и думает, зачем она это делает, зачем она крутит свое кольцо на пальце. Поэтому всегда такая рекомендация перед выступлением снимите все, что мешает. то есть мне не мешают сережки, я их не трогаю во время выступления, но если вы знаете, что у вас привычка теребить браслетик или колечко, или не дай бог монетки в кармане очень мужчины любят перебирать, пожалуйста, все это вытащите, снимите и лучше выйдите на выступление так, чтобы вы чувствовали себя комфортно и ничто вас не притягивало ваше внимание. Есть один такой важный момент, это подстройка так званая, лечится, что когда человек умеет подстроиться под своего суразмолса, то будя добрый, разом с тема тут же напылно треба ведать некие меры, межи, так бы мовить, каб не становиться люстыркам того, кто нас упротябел с дзекатой межа, як этим правильно корыстаться, расповядите калинаска. Вы абсолютно правы, действительно, меру нужно чувствовать во всем, потому что обилие чего-то, даже если мы совершенно правильно делаем, всегда будет выглядеть неестественно. Что такое подстройка? Это момент, когда я как будто отражаю собеседника, говоря ему «Ты мне нравишься, я хочу с тобой дружить, ты хороший человек». И, в общем-то, главная задача это показать собеседнику, что мы с ним на одной волне, что мы с ним как будто одной крови люди, что нам нравится одно и то же, что у нас общие интересы. И поэтому, в общем-то, изначально, кроме, конечно, подстройки по жестам, о которой, мне кажется, все наши слушатели уже знают, что нужно отзеркаливать позу, только не применяя, не принимая точно такую же позу, но хотя бы стараясь каким-то фрагментом своего тела, то есть ногой или стопой или головой, например, кивать в такт речи собеседника, и тогда он будет чувствовать некоторую волну. Но, как вы уже сказали, здесь нужно быть очень осторожным, чтобы этого не было слишком много, потому что очень часто люди перебарщивают, и у них получается «Да, да, 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 да». И кажется, «Боже мой, я не могу говорить, вы так много мне говорите «Да, да, 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 да». Особенно, когда я с шеей не бачу жидко-человек, и, например, ты по телефону разговариваешь, и вот если ты так-так-так-так-так-так сгодный, начиная на отворот, я бы сказала, ну, не у плюс играть, а у минус. Да, то есть здесь тоже нужно себя контролировать, чтобы этих слов, этих согласий было не так много. Касаемо подстройки, для меня очень важная ещё подстройка это эмоциональная подстройка. То есть, например, когда человек рассказывает мне о чём-то хорошем, а я в этот момент сижу с таким лицом и говорю, «Ну да, действительно, это очень здорово», когда человек подумает, что-то она как-то не чувствует того, что я чувствую. Поэтому всегда постарайтесь именно, чтобы на вашем лице была похожая эмоция на ту, которая есть у собеседника. Это касаемо подстройки, и если говорить про то, насколько часто её нужно использовать, всегда по ситуации. То есть нет такого шаблона, который мы можем наложить вот здесь вот так, а в этом разговоре вот так, и сделать кальку такой из нашей речи. Всегда я просто смотрю человеку в глаза и понимаю, сейчас ему комфортно или нет. Если что-то идёт не так, то я стараюсь поменять это, чтобы найти иной отклик у человека. Но в любом случае для меня всегда очень важно именно, что чувствует человек напротив меня. Дорогие шашини, которые по сути корастаются таким методом, не ведают ничего про подстройку. Но, зрозумело, когда это, например, каханные люди тут так сострыкаются, и часам тут простей. Але ёсь же такие люди, які по сути, сдавалась, не мают некого такого дачынения одну до одного, и там не меньше могут подстроиваться. А у інших этого отчывания нема. И вось, калі нема этого отчывания. Я так разумею, першое, так мовить дозированно гэта робим. И яшчай адзин момент, некаторая раець навыд подстроиваться пад дыханне человека, накольки гэта реально и махчыма. Для человека, который этого никогда не делал, это не очень реально, потому что тут важно выйти из себя, имеется в виду перестать думать о себе, о своих эмоциях, о своих ощущениях, и полностью погрузиться в другого человека. В принципе, это возможно, но, ещё раз повторю, что я бы скорее, наверное, на первых порах, если бы я этого не умела, я бы старалась смотреть на жесты, на открытые позы со своей стороны и контролировала бы мимику. А также, в общем-то, можно в продолжении этих действий задавать наводящие вопросы и высказывать свой искренний интерес. Ну что ж, у нас некаких хвилин застается. Махчума, есть у вас такие практикования, какие можно было с ним бачить, что называется, вас, радые эфиры пропоновать, ну, не веду, коротенькие, там, с дыханием, как перестать, хваливаться, махчума, зраниться, як настроиться на добрую, там, дикцию, на добрые размобу. Ну, из калиёсники, такие коротенькие практикования, калиласка. По дыханию и по дикции, правильно? Да. По дыханию самой эффективной техникой для того, чтобы улучшить концентрацию внимания, для того, чтобы расслабиться, является техника дыхания по квадрату. Она даётся во многих книгах, во многих практиках и упражнениях, и это самое эффективное упражнение, которое можно придумать. Оно безумно простое, и ещё раз момент, я сейчас буду показывать с руками, но вы можете делать это упражнение без рук, потому что, тем более, вы меня не будете сейчас видеть. Что нужно сделать? Я на четыре счёта делаю плавный вдох, и вот здесь многие люди делают ошибку, они делают очень резкий вдох, и получается, что они себя этим вдохом вгоняют в стресс, а вдох должен быть настолько плавным, как будто вы незаметно хотите вдохнуть, и вы считаете про себя до четырёх. Затем вы делаете паузу и снова считаете до четырёх. Кстати, вот сейчас в студии тикают часы, очень удобно с таким вот будильничком делать эти упражнения. Затем вы делаете мощный выдох, такой мощный, чтобы на протяжении четырёх секунд выдохнуть всё. Многие люди делают так, нет, это неправильно, нужно, чтобы выдох был мощным на протяжении четырёх секунд, а потом снова делаете паузу четыре секунды, И в итоге получается плавный вдох 4 секунды, пауза 4 секунды, мощный выдох 4 секунды и пауза 4 секунды. Сколько времени делать это упражнение? Я рекомендую минуту, полторы минуты, не больше. Самое главное, чтобы вы, если вы вдруг почувствуете головокружение, моментально прекратили делать это упражнение. Что нам тогда есть самое главное? Это упражнение улучшает концентрацию внимания и, в принципе, глубокое дыхание позволяет успокоиться, настроиться на выступление и почувствовать себя комфортно, убрать тремор и мандраж, которые есть в теле. То есть, то самое звучание складанное. Так, и другое. Да, давайте ещё одно упражнение по дикции. Я предложила бы следующее. Во-первых, взять гласные звуки, у нас их не так много в русском языке, слава богу, и попробовать на них широко подкрывать рот. То есть, не просто И, О, У, И, но вообще не двигая губами. И, И, А, чтобы широко раскрывалась челюсть и прямо почувствовать, насколько плавно, но мягко раскрывается ваш рот. А потом попробуйте несколько раз произнести звук Р, как будто вы заводите мотор и сейчас куда-то поедете на мотоцикле. Громкий звук голоса делать не нужно, все усилие нужно направить на движение языка. Но ни в коем случае при этом не увеличивать силу напряжения голосовых складок, потому что иначе горло будет болеть. Очень мягкий голос, без надрыва, и несколько раз такое вот упражнение. Так, все, я разумела, так? Да. Ну, на самой справе могу сказать, что вот это я практикование действенное так само. Я спробовала, ведаю, докладно, что да помогает. Так что, коли кому стивось необходно, коли ласка мне пытается занотовать варта. Ну что ж, дякую вам, Ганна, за ваши парады и за то, что рассказали. Ну, а я нагадаю, что сегодня нашим гостем была тренер по промоунинским мастерствия Ганна Ивановская. Устуда и працавала Марта Худалей. До встречи. Друзья мои, спасибо вам за то, что были на моем эфире. Если у вас появятся вопросы, присылайте мне, пожалуйста, в директ. С удовольствием на них отвечу. Хорошего вам дня!